Итак, это большой обзор рынка акций Российской Федерации, товарно-сырьевого рынка, криптовалютного рынка, валютного рынка и прочих макроэкономических событий на предстоящую неделю с 14 по 18 ноября 2022 года. Перед началом данного видеоролика я бы хотел презентовать телеграм-канал «Сигналы от Роберта». Средний доход трейдера составляет 150-200 тысяч рублей в неделю. Роберт сломает ваши стереотипы и покажет вам жизнь под другим углом. На этом телеграм-канале имеются бесплатные сигналы, простая доходчивая логика и результат за неделю активных торгов. Уже спустя неделю его ученикам удается увеличить свой инвестиционный портфель благодаря бесплатным сигналам на данном телеграм-канале и крайне глубокой логике ведения торгов на финансовых рынках. Поэтому ссылочку на данный телеграм-канал я оставлю в описании к данному видеоролику. Я, пожалуй, начну с небольшого макроанализа, а именно с итогов заседания в Государственной Думе Эльвира Набиулина, главы Центрального банка Российской Федерации. Знаете, что я заметил в ее риторике, которая была озвучена несколько дней назад? Я обратил внимание на негативизацию ожиданий стран Старального банка по отношению к экономике страны. Как бы напрямую ЦБ такие вещи не говорит, это очевидно почему, но посыл в принципе ясен. Я не говорю про то, что будет хорошо, либо плохо, ждет ли нас светлое будущее, либо нет, роли не играет. Мы с вами живем здесь и сейчас необходимо торговать и работать в рынке согласно тем реалиям, в которых мы находимся. Данный пост я зачитываю с нашего телеграм-канала, ссылку на который вы можете найти в описании под каждым видеороликом в первом пункте нашего телеграм-канала и в пункте А тот самый телеграм-канал, с которого я буду новость зачитывать. Рекомендую подписаться, так как информация, которая выходит про рынок акций, там выходит также технический анализ, торговые ездилки, мысли, мнения, аналитики и прочее. Все это задержка во времени публикуется на ютубе. Первое ожидание ЦБРФ это базовый сценарий прогноза. Это нормально. То есть ВВП будет восстанавливаться, страна выйдет из кризиса более-менее через годик-два. Это нормально. Второй сценарий у них это нейтральный сценарий. Кризис затянется на какой-то период времени, но за счет роста цены сырьевые товары, за счет новой интеграции России в мировую экономику из кризиса выйдем. Но в чем суть? Эльвира сделала акцент на третьем сценарии. Признаюсь честно, я был немного удивлен даже. Честно, немного удивлен. Но третий сценарий ЦБРФ назвал глобальный финансовый кризис. В этом сценарии повышения ставок ведущим центральным банкам не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. То есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. В итоге ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше. Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания госдолга, снижать стоимость активов в русский риск финансовой стабильности. Рассказала Эльвира Набюльна, представляя депутатом основные направления ДКП на трехлетку. Вырастет также геополитическая напряженность. По этому сценарию будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики, усилить санкции на Россию. Мы рассматриваем этот сценарий усилением санкций в том числе. И это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике, в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис сопоставим по машинам 2008-2009 годов, сказал глава ЦБ. Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления рубля. В этом шоковом сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы увеличить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики. Не допустить раскручивания инфляционной спирали. Я задам один важный момент. Вопрос то есть. Инфляция будет все равно расти. Почему? Потому что сейчас, извините меня, при ужесточении ДКП ряд сырьевых товаров не падали. При ужесточении ДКП со стороны ФРС США нефть росла, ряд других сырьевых товаров росли. И они торгуют сейчас выше уровня 20-х годов. В прямом смысле этого слова. Почему? Что касается рынка нефти, вы все прекрасно понимаете. Там проблема с производственными мощностями. То есть, чтобы сбить цену на нефть, очень сильно сбить цену на нефть, необходимо настолько сильно денег проинвестировать в этот сектор экономики, сколько сил не хватит ни одной стране, кроме Российской Федерации. Потому что в РФ последние 30 лет как раз делалась активная инвестиционная ставка, осуществлялась активная инвестиционная ставка на данный сектор. Еще со временем Советского Союза в том числе. В мире такого не было. Вот о чем речь. Ну и в парочке некоторых арабских стран также делали ставку на нефтегазовые доходы. Ну, тем самым инвестировали деньги для дальнейшего расширения производства мощностей. И вот тут волей-неволей смотришь и понимаешь, что ослабление доллара, оно будет сопутствовать. Россы на сырьевые товары. Россы на сырьевые товары равно продолжению мировой инфляции. И сразу опять же, блин, появляется вопрос. Львира Сахевзадовна. Вот когда инфляция мировая пойдет по второму кругу. Когда все заговорят про стагофляцию. То есть стагнирующую мировую экономику и растущие инфляционные издержки. В России тоже инфляция будет расти. В России тоже будут расти цены на товары. Это неизбежно. Как в такой ситуации вы будете поступать? Ставку поднимать. Вы угрохаете бизнес. Рубль девальвировать. Вы разгоните инфляцию. И понимаете, тут появляется некое подобие цукцванга. Любой ход, любое действие влечет с собой противодействие. Такую некую противофазу. Как будет действовать центральный банк по факту, я предположить не могу. Но я топил, я топлю. Я буду топить за то, чтобы ставку ключевую дальше снижать. Резко снижать. Это неизбежно. В-третьих. Необходимо вводить налоговую поблажку для иностранцев и нарезов. В-четвертых. Частично закрывать российскую экономику для западных стран. Почему? Потому что когда иностранный капитал из Азии, из Ближнего Востока получит сигнал о том, что вот посмотрите на эту страну, Российскую Федерацию, он год за долг низкий. Низкий. В кризисе выживает более-менее? Выживает более-менее. Экономика не рухнула? Нет, не рухнула. Посмотрите, там еще налоговую ставку снизили по НДФЛ для нарезов. С 30 до 13, даже пусть с 30 до 0%. Это же выгодный рынок сбыта. Давайте мы пойдем туда покупать облигации, покупать доли в компаниях. Инвестировать в эту экономику. И вы поймете смысл. При этих инвестициях мы в среднем сроке угрохаем все риски инфляции, потому что будет развиваться внутреннее производство. При низк ключевой ставке вы запустите процесс запуска самого бизнеса. Малого, среднего и высшего. Естественно, потом придется говорить о процессе приватизации. Это неизбежно. Новая приватизация. Но черт возьми, вы экономику реанимируете в короткие сроки. Просто мне пока ни один экономист, ни один трейдер контраргумент не привел. По отношению к этой мысли я ее озвучиваю. А я их озвучу с мая месяца. К сожалению, Центральный банк не идет по такому сценарию. Это большая проблема, подчеркиваю. И теперь Эльвира говорит, что нам жопа. Эльвира, у вас сейчас есть разного рода экономические орудия. Монетарный механизм, которым вы можете сопоставимо преобладать. Черт возьми, вы сейчас можете экономику страны вывести на территорию развития за один год. Потому что потом, когда мировая инфляция будет снова раскручиваться, извините меня, в Россия она тоже будет крутиться. И рубль будет падать. Это неизбежно. Только как вы потом будете вопрос решать, сука, повышение ключевой ставки что ли? Да вы ебнулись ставку повышать. Вы тогда уже просто раком поставите и малый бизнес, и средний бизнес, и потом большой бизнес вводят. Они сейчас уже вводят из-за потерь рынка сбыта. А там вообще будет суксванг полнейший. И повторюсь, контраргумента я никакого не получаю по отношению к этим мыслям. Если у вас есть мысли по отношению к тому, что я сейчас озвучил, напишите в комментариях. Обсудим с вами, потому что я хочу от вас получить обратную связь. Согласие ваше. То есть разделяете ли вы мою позицию, либо нет. Если не разделяете, то почему не разделяете? Обоснуйте. Я хочу на эту тему с вами более детально поговорить. Далее предлагаю также на нашем телеграм-канале проговорить запись. Смотрите. Смотрите, который я опубликовал, по-моему, 11 ноября. Да, в пятницу. Изучив ряд аналитических данных, невольно приходишь к выводу о том, что на территории ЕС в 23-24 года США могут резко увеличить экспорт СПГ. Действительно-то факт. Могут. И скорее всего увеличат. В ближайшие два года пропускная способность экспортных газопроводов в США резко вырастет. В частности, мощность трубы, идущей из Пермского нефтяного бассейна в США подчеркнул это. Вырастет на 3,5 млрд кубичных футов в день. А новый проект увеличит мощность аналогичных газопроводов, идущих из месторождения регионов Апалачи и Хейнсвилля. На 2 млрд кубичных футов в день и 4,5 млрд кубичных футов в день соответственно. А текущая мощность экспортных газопроводов в США указана серым графиком. Вот он. Находится внизу. Текущая мощность. Вот. Оценка Блумберг, ее дальнейшие динамики по регионам, информация операторов указывается также и здесь. Вот видите? Постепенненько рост, рост, прирост, прирост и рост. Я все веду к чему? Вот смотрите. Сейчас, конечно, стал попсов говорить, что, мол, северный поток, северный поток. Только проблема в чем? Проблема в политике, не в экономике. Потому что сейчас политика доминирует вообще над всем, что есть в мире. И, соответственно, могу ли я утверждать, что вот-вот европейские чиновники переобуются и скажут, что может запускать северный поток-2? Не могу. Почему? Потому что у них газовые хабы, хранилища, заполнены на 100% почти. На 100% почти. Там 98%. Ну, 100% пусть будет. Поняли? И, соответственно, учитывайте, господа, ту логику, которую я вам говорю последние месяца-два. По мере девальвации американского доллара будет револьвация западных валют, укрепление. Соответственно, будет хромать внутренняя промышленность этих стран западных. По мере хрома этих промышленностей внутренних западных будут приходить американские транскандинтальные компании. Вот, например, на территорию Европы рано или поздно приходят Exxon, Mobil, Chevron, Occidental, Petroleum, Cheesepeak Energy, еще кто-нибудь. Вот Cheesepeak – это полупокойник. Это компания, которая чуть не обанкротилась в 2020 году. Но она выжила за счет сырьевого цикла. И перед ней скоро откроется рынок сбыта в Европе. То есть я все веду к чему? К тому, что рынок сбыта Европы России вернуть будет очень сложно. Очень сложно. Это непростая задача, поверьте мне. И, соответственно, по мере прихода этих компаний американских туда будут строиться новые газовые хабы. Новые терминалы по обработке жиженого природного газа СПГ. В ряде стран. То есть это Польша, это Германия, это Франция, Великобритания, Испания и прочего в этом духе. Логику ловили. Поэтому я не вижу смысла как-то вот тут сеть патриотизировать, говорить, что вот подождите, сейчас все будет хорошо, вот секундочку, все будет отличненько, не переживайте. Ну не могу так говорить. Если я так говорю, то было бы максимально циничное лживо с моей стороны. Да, этот кризис мы перейдем, пройдем. То есть, да, в этом кризисе свои уроки мы учтем. Но, черт возьми, вернуть тот самый рынок сбыта, который был под Россией со времен, после Второй мировой войны, это уже задача непростая. Так что уповать на Северный поток два смысла никакого. Туда американцы скоро придут. Они начали поставлять этот газ. А то придут уже компании, которые будут краются филиалы. И на излишнем укреплении евро, на сверх-девальвированном долларе, многие американские товары будут невероятно дешевыми в мировом коваленте. А это привилегия. Экономические привилегии расширяются американскому бизнесу туда уже. А по мере расширения бизнеса они будут до этого уже политически. Многие страны мира. Поэтому я говорю, что в ближайшем, может быть, четверть века про крах США, про что-то еще говорить не стоит. У них есть механизм, детонатор, который поможет им из этого кризиса выйти. Во время как широкий мир пытается дробиться, регионализироваться. Да, многие страны регионализируются. Это факт. Это будет дальше происходить. Даже организация БРИКС будет восполняться новыми государствами. Тоже неизбежно. Но все же хоронить-то штаты не надо. Это надо учитывать. Далее другая немаловажная новость. Это уже Китай. Китай, 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 Китай. Смотрите. МИД Китая прокомментировал заявление Байдена, что, по его мнению, Китай не рассматривает нынешние отношения с Россией, как, возможно, альянс оставляется сохранять определенную дистанцию. Китайско-российские отношения прочны как скала. Будучи крупнейшими соседями друг для друга и всеобъемлющими стратегистическими партнерами в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов ни присоединения к блокам, ни конфронтации, ни направленности против третьих сторон, а также развитие двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях на основе взаимного уважения, равенства взаимной выгоды. То есть на ссале в уши будет взоровка красива. Прям вот было бы я лохом, я бы поверил в это. Что, ну как же так? МИД сказал это, а вы мне презентуете вот это. Пф, вы меня обманываете. Ну, конечно, конечно. Только вот тут истины, пожалуй, больше, чем ее здесь. Почему? Потому что если как раз-таки раскрыть вот исконный смысл этого сообщения стран МИД, КНР, вытекает следующая информация, что Китай не рассматривает Россию как союзника. Он рассматривает ее как сырьевого держателя, как сырьевую базу. Просто я все к чему клоню. К тому, что уповать на Китай, я вам раньше говорил, уповать не стоит на Китай. Говорю сейчас, Китай это страна, которая достигает своих интересов в текущий момент времени за счет всяческого проявления ахтунга в геополитике. Китай это единоличная держава, у которой нет союзников. Внутри Китая даже есть понимание, что все, что находится за пределом Китая, это враги-конкуренты. А внутри Китая огромная большая китайская семья. Ну, как так она звучит. Так что Китай постепенно входит на рынок потребительской услугой Российской Федерации. Автопром уже под китайцами, корейцы уходят, Европа ушла, американцы ушли. Это проблема. Конкуренция будет здесь постепенненько иссякать себя. Это первое. Второе. В дальнейшем, когда Китай здесь обоснуться более конкретно, более детально, будучи подкупая тех самых автолюбителей, он будет отменно завышать цены на свои автомобили, это неизбежно. Тут, во-первых, и ударит по ценам на авто в дальнейшем. Ситуация на сырьевых рынках, да, сталь будет дорожать за счет девальвации доллара. Во-вторых, и дилеры российские будут тоже цены возвышать. Это неизбежно повышать. То есть, извините меня, один джили-куллор и два с половиной миллиона стоит. Ха-ха. Клоунады, да и только. И они будут, китайцы, в дальнейшем погоду на рынке потреб услуг России активно видоизменять. В пользу себя. Это проблема. Большая проблема, между прочим. Сразу подчеркиваю. Но китайцы вот мысли озвучили, сказали как есть. Без купюр. Далее я предлагаю поговорить про инфляционные ожидания в США. Обратите внимание, что они продолжают падать. И честно скажу, все это падение инфляционных ожиданий, это лишь попытка видоизменить политику федеральной резервной системы по отношению к денежно-кредитной политике, к денежно-кредитным условиям. То есть, инвестбанк публикует информацию, что мол, да-да-да-да, мы ожидаем снижения инфляции до 2% ФРС пролил, что ставку понимают. Мы верим ФРС. Мы под ФРС. Мы поддерживаем Паула. А сами за его спиной, как последние крысы говорят, что все, у этого очкарика ничего не получается. Этот очкарик вообще не понимает цену макроэкономики. Этот очкарик запустил мягкую ДКП при гипергаллопирующем КУЕ в 2020 году. И он разогнал инфляцию. Логику ловили. И, соответственно, публикует такие данные. Американские банки действительно влияют на ФРС. То есть, ФРС, она сейчас будет постепенненько ставочку снижать в дальнейшем. То есть, и тем самым у нас будет снижаться доходность государственных облигаций, американских трежерис. И, как следствие, будет падать индекс доллара. Опять переходим к чему? Правильно. К дальнейшему росту цены сырьевые товары. Вот такая, правда, жизнь, господа. И дальнейшему росту инфляции. Так что, кто бы что ни говорил, ФРС права, ФРС не права. Или еще что-нибудь. Роль не играет. Инфляция укоренена. Все. И в этом 10-летии надо делать ставку только на сырьевые товары. Давайте теперь прием на индекс доллара DXY и американские трежерис. Меня жутко радует то, что я здесь оказался черт возьми прав. То, что индекс доллара перегрец, ставочку ФРС будет снижать, индекс доллара обвалится. Взял, обвалился. Ожидаемо. Но, что надо понимать. Мы на Яма-9 по месячному графику. Все. Это важная, серьезная поддержка. Вообще, знаете, при нас честно, что... Вот как показал опыт, как показал практики предыдущих лет торгов. Такое ощущение, что здесь будет двойная вершинка. Скорее всего. Либо что-то наподобие этого. Но с дивергенцией. Вероятность этого я сохраняю. В любом случае. Но помним, что в дальнейшем периоде времени, на горизонте двух лет, трех лет, года даже, индекс баксы будет падать. Цель его 89. Вторая цель у нас 79. Третья цель 69 пунктов. По мере падения цен на падение 1 доллара, мы с вами получим нефть. Подчеркивайте, сколько долларов за баррель. По 140 вероятнее всего. Газ по 10 долларов. Золото, серебро, плать на паладе. Короче, вся эта ерунда, она будет расти в своей стоимости в дальнейшем. И это, не побываясь слова, большая проблема. Так как инфляция будет раскручиваться. Маховик этого торшака будет дальше сопутствовать. Всем нашим негативным ожиданиям. То, что я озвучил вам последний год. И, соответственно, вера в центральной банке, она иссякнет. Тем самым участники рынка побегут. Куда, господа? Правильно. Физические активы. Только, между прочим, сейчас банки входят в этот рынок физактивов. А потом еще и физиков будут загонять, когда сырьевые товары будут уже стоить очень дорого. Ну, для чего они будут делать? Да вероятнее всего для того, чтобы об них разгружаться. Об толпу физиков. Соответственно, переходя уже на трежерс американские. Пятерка. Перегрев. Падение будет. Доходность трежерс. Курни-Яма-9 3.15. Но это лишь локальное, краткосрочное падение. Упал, отскочил, упал. Низшая цель падения полтора процента годовых в долларах по государственным казначейским облигациям США. Поэтому, ну, у кого возможно есть облигация иметь и покупать, я бы это делал. Я бы это покупал. К сожалению, у меня такой возможности нету. Поэтому я не могу их покупать, как-то хранить, держать. К большому сожалению. Хотя 4% годовых в долларах, это, черт возьми, стоимость довольно, доходность очень довольно высокая. Потому что по мере снижения процентных, процент доходности американских трежерс будет растекурсовать стоимость облигаций в том числе. Это как аналогия с ОФЗ 26-го кода. Ну, у кого выход есть на американский долговой рынок, я бы этим воспользовался, поверьте. Это возможность зафиксировать доходность в районе 4% годовых. Далее нефмарки Brent. Тут картина пока обыденная. Прежняя, старая, но добрая. Высшая цель, диапазон 140-150. Знак находится там, кирпич. Въезд запрещен. Либо просто знак движения запрещено. Кто ПДД знает, те прекрасно понимают, как эти знаки выглядят. Но я все клоню к тому, что на будущей неделе мы будем торговаться в диапазоне боковика. 91, дефис 97. Соответственно, картина тут какая? Идет удар об уровень ЕМА-200, ЕМА-100. Это первое. Второе. Тот прогноз, который я ранее озвучивал, что цена отобьется от уровня 92 с целью на опять ЕМА. Сбылся, отработался. Но, повторюсь, пока потенциала выходить вверх, я полагаю, у нефти нет. То есть, нужно более глубокое движение индекса доллара вниз на пробой ЕМА-9 из 106 пунктов по месячному графику. Вот когда он ее пробьет, он ее рано или поздно все равно пробьет. Тогда нефть полетит выше 100. И все сырьевые товары не в космос улетят. Это неизбежно. Поэтому, учитывайте данный сценарий и принимайте более взвешенные, четкие торговые решения. Поэтому, боковик пока будет продолжаться. Что касается природного газа, здесь картина пока обычная, обыденная. То, что я озвучивал неделю назад, то, что я озвучивал еще и пару дней назад. Мы сюда опять и пришли. 5,70. Ну, а в чем прикол? Прикол в том, что цену давит сверху. Почему? Тут копят шорты. Это шортовое накопление, скорее всего. Цена подъема 9 на часовом графике. Цена не находится еще вблизи важной ценовой поддержки. Поэтому, отторговавшись здесь, она упадет пониже. Жду 5,70. Там я буду принимать торговые решения. Уже при проторговке фьючерсами на газ декабрьского содержания. Цель тоже тут. 6,35. Это у нас цена на стоимость фьючерса природного газа с погашением в декабре. Жду снижения. Тут лангую. Проторгуемся. Выходим вверх. Изимания. Золото, серебро, платье на паладе. Тут картина на самом деле бычья. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни пытался доказать обратное, что мол, да не, подожди, золото это прошлый век, золото ни о чем. Там сейчас крипта у нас на коне. Ох, как серьезно, крипта на коне, правда. Там, между прочим, недавно один эпик фейл произошел на криптовалютном рынке. Одна биржа обделывалась. Бабки куда-то делись, непонятно куда. И понимаете, в чем прикол? Чем больше таких случаев будет происходить на криптовалютном рынке, на криптовалютных биржах, тем сильнее участие будет понимать, что крипта это шлак. Это антиматериальный актив. Да? Не имеешь под себя вообще ничего. Потому что на замену крипте потом плют цифровые доллары, цифровые рубли, цифровые евро, цифровые юани и прочее в том духе. Их заменят. Так вот, по золоту цена пробила нисходящий тренд. Мои поздравления, мои овации. Но, в чем суть? Двойной дон на недельном графике, вынос, потом будет глубокий тест на 1700, проторговочка и, скорее всего, распорядение вверх. В принципе, моя чистящая цель это уровень 2000. Да? Это вот такая среднесрочная цель. Выше цели это там 3000 и даже выше. Я сейчас, насколько знаю, уже некоторые американские банки начали покупать физический металл более активно. У них помимо бумажного золота, да, еще есть и физическое золото. Они сейчас делают у него ставку, активную ставку, в том числе на платину, как ни странно. Потому что, по их мнению, этот металл является недооцененным. Я, признаюсь честно, поспорил бы с этим фактором, но все же, все же, все же, я на платину ставку не делаю. Ставка золото-серебро. Так вот, даже на месячном графике золотишко пробивает им А9 и уходит на медиану полосу Болинджера. Я все веду к тому, что чем будет глубже индекс доллара, чем будет сильнее и интенсивнее падать, тем активнее золотишко будет расти. Поэтому выход из калина, я полагаю, будет именно вверх. Не в несколько метров вырисовывают, а вверх. Целью на 3000 долларов за лунцу. Потому что именно индекс доллара и его девальвация, она и приведет к переоценке весь сырьевой сектор. Поэтому ставка этого десятилетия, это ставка на сырьевые рынки. Ставка будущего десятилетия, ставка на биотехнологические рынки, на рынки полуроботов, на киберпанк сам настоящий. Но об этом еще мы с вами поговорим как-нибудь годика через 2-3 точно. Потому что пока тренд такого масса нет, но я вижу зачатки этого тренда, зачатки потенциального киберпанка. Это хреновое будущее, господа, это паршивое будущее. Я к такому будущему, в принципе, не готов. Я такое будущее порицаю, но коль это тренды, против них не пойдешь, это же система по факту. Это надо учитывать. Поэтому по золоту на предстоящей неделе будем плавненько, медленненько расти вот к этому уровню. 1800. Только здесь она будет уже перегрето, да. И повторюсь, учитывая то, что здесь имеется паттерн двойного дна, вынос, глубокий тест, проторговка, распределение вверх. Так что выше дойдем, там перегреемся. Знак въезд запрещен, да. Выше этого уровня 1800. Упадем. И потом выше пойдем. На продолжение девальвации доллара. По серебру то же самое. 22.50. 23 цель на будущей неделе. Придем, проторгуемся. Кирпич поймаем. Упадем, приуноем. В депрессию войдем, проторгуемся. Шартистов приманим. Пойдем выше. Опять же, на девальвации доллара. Говорю как есть, потому что это макроэкономика, не более чем. Платина. Вот цель находится здесь. Она, в принципе, уже отработал. 1800. Ну, 1100 последний осталось. Все. Вот к этим уровням подойдем. Дальше мы уровнем по ситуации. Пока я комментирую ее, я, честно говоря, не горю желанием. Палладий. Прогноз, который я раньше озвучивал. Вынос от уровня 1800 к уровню 2000 пунктов, да, долларов. Состоялся все. Прогноз себя полностью отработал. И, кстати говоря, я его публиковал на нашем сырьевом телеграм-канале 31 октября. Это не Михалыч. Это был красавыч. Да. Четко, твердо, четко. 1800 с выходом на 2000 и даже чуть повыше. Кстати говоря, ссылку на данный телеграм-канал вы можете найти также в описании к данному видеоролику. Первый пункт телеграм-канала. Пункт D. Сырьевой телеграм-канал. Туда подписывайтесь. Там публикуются мысли, мнения, аналитика про сырьевой рынок, нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь и прочее, чем можно торговать на рынке фьючерсов и на обезличенных металлических счетах в государственных банках. Рекомендую. Поэтому постепенненько будем выходить на будущей неделе к уровню вот этого большого сопротивления 2060. Все, выше пока не дадут, я думаю. Выше нет. Потому что там и золото будет перегрето, и серебро, и платин, и индекс, бакс на Яма-9 уже по месячному графику. Там будет оскок от Яма-9 по индексу доллара. И получим, ну, умеренно глубокую коррекцию по сырьевым рынкам. Ну, то есть, по металлам. Не то, чтобы прям крах, не падение, нет. Просто локальную коррекцию, просто сбивание и перегретости. Все. Ну, это будет не больно. Это как комарик кусил. Потом рост продолжим. Вот такая, правда, жизнь. Медь, ну, та же самая картина, в принципе. Медь постепенно выходит на двойное дно, вынос, тест и распределение. Все. По меди мы начинаем вторую фазу цикла роста по месячному графику. Вот видите? Вот видите, что было здесь? Двойнуха глубокая, вынос, тест, и теперь будет распределение. Причем, обратите внимание, что по медиа, на месячном графике, у нас с вами картина просто абзац, какая бычья. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть, цель выхода к десятке. А по мере роста цен на медь, будут расти и золото, и серебро, и платья на палате. И прочие сырьевые рынки. Тем более, медь это опережающий индикатор, будучи в рост сырьевых товаров. Учитывайте это. Я ей говорю, что, черт возьми, ставку надо делать на сырьевой рынок в этом десятилетии. И я это сделал. Во что? Золото вру. Ни хрена. Неплохо. Я, честно говоря, уже до них не смотрел сюда, но... Это неплохо. Not bad. Not bad. Да, not bad. Ну вот, цель сюда. Золото-рубль. Цель 4 500. Там 5 тысяч. Округлим. Серебро в рублях. Цель 60-65. Все. Вот такая правда жизни. И то, это лишь среднесрочные цели, среднесрочные уровни. Все. То есть, вы меня спрашиваете, типа, а, Михалыч, ставки среднесрочные делают. Еще как делаю? Я еще раз говорю, я их делаю. Вот она ставка. Я делаю ставку на сырьевые рынки. Они немного выглядят нетрадиционно. Да, нетрадиционно. Но, черт возьми, там тоже есть потенциал к большому апсайду. И я это сделаю. Как делаете вы? Решать вам. Я не гуру, я не ванга, я буду еще не вижу. Я всего лишь обычный рядово-смертный трейдер, как и вы. Ну и в рамках этого небольшого скромного хобби я лишь озвучиваю только то, что думаю про рынок. То есть, как поступите вы, решать напрямую только вам. То есть, я вас за язык не тяну, я вас за действия не агитирую. Вы сами принимаете должное решение, коли вы уже не маленькие. Тут есть дяденьки-тетеньки, которым уже по 40, 50, по 60 лет. Далее, шляпа. Да, господа, шляпа. Самая настоящая попсовая шляпа. Ну, во-первых, индекс ММВБ. Торгуется на лютом сопротивлении 2200 пунктов. Да, вот видите. Верхняя игра нисходящего тренда. В чем прикол? Линейное сопротивление того, что тут имеется. Вот видите, вот оно проходит. Вот оно. Линейное сопротивление. Признаюсь честно, на будущей неделе жду пока боковую проторговку. Я вижу, что там греф время от времени возникает, что, мол, ну дивиденды, конечно, мы заплатим рано или поздно. Не переживайте. Страхи в банксекторе, мягко говоря, преувеличены. А завтра, условно, выступит какой-нибудь Сечин, скажет, ну мы это, там, дивиденды-то заплатим по-любому. Мы же нормальная четкая компания. А послезавтра выступит какой-нибудь там Мордашов. Ну, вообще-то мы думаем, дивидендом быть. Да, с рынками сбыта проблема, но дивидендом быть. И без кризиса мы тоже рано или поздно выйдем. Твердо и четко, уверенно. Понимаете, и вот такие вещи предсказать реально сложно. Вот я так предсказывать еще даже не научился, признаюсь честно. Но теперь я этот фактор, просто фактор форс-мажора придерживаюсь в своем базовом сценарии. Потому что то, что озвучил Греф в понедельник, а нет, вру, ну короче, когда он озвучил 10 ноября, в четверг, я этого не ожидал. То есть у нас и гэпы остались, дабл гэпы, двойные гэпы, да, на 2,150. И рынок будет пытаться туда ниже выходить. Будет пытаться. Но дадут ли править ему 9, ЕМА-9, да, 2,180, вопрос. Поэтому я и облагаю свои ожидания боковой проторговкой на будущей неделе. Вот здесь вот. Такое боковое соотношение. Как будет по факту, я честно скажу, не знаю. Правда. Я понимаю, что рынок перегрет. Многие голубые фишки уже просто сатанински перегреты. 4-х часов графика МВБ. Тивергенция. Но я еще раз озвучу свою мысль, что тут формируется некое подобие клина ценового. И пока в этом клину цена будет торговаться. Ну, по факту, это своего рода боковое движение такое получается. В определенном замкнутом диапазоне. Поэтому я повторюсь, я здесь среднесрочно ничего покупать не собираюсь, не планирую. Я понимаю, что текущий паттерн двойного дна будет отработан потом в качестве коррекции. Глубокой коррекции. Это неизбежно. С проторговка потом выходом вверх, скорее всего. Но на этом уровне я только спекулянт. То есть я торгую здесь и до 12. Каждый день в рамках нашего закрытого телеграм-канала платного. Какие-то сделки я также публикую. И в публичном доступе. Те сделки, которые более или менее безопасны в своей отработке. Но более рисковые сделки я публикую именно там, в телеграм-канале, нашим закрытым. Так что мысли пока боковые. Ни более, ни менее. Просто боковик. Фьючер на ММВБ та же самая картина. Вот тут прям должно вас напрягать этот перегрев все равно. Воля-неволе. Двойное дно. Выход на большое сопротивление. Глубокий тест. Поторговка с распределением вверх. Но опять же. Покупать здесь. Сейчас. Как и делал толпа. Это не в моем стиле. Что касается РТС. Сейчас. И плюс фьючерс. А картина прежняя. Абсолютно прежняя. По мере девальвации рубля. Этот индекс будет падать. Поэтому здесь тоже у нас имеется. Ряд линейных сопротивлений. 1185, ЕМА-200, 1225. Ну вот к этому уровню 1185 по спинам буду его пригонять. Почему? Потому что пара рубль-доллар торгуется на боковом диапазоне. 6162. Так что на будущей неделе от РТС. Ну в ближайшие дни даже. Ожидаю выхода. Вот на это сопротивление 1180. Фьючер на РТС. На ЕМА-200. Линейное сопротивление 11800. Пока ориентир. Туда по спинам будем выходить. ОФЗ. Повторюсь ОФЗ. Сейчас. Индекс RGBI. ОФЗ. В тайм-коде приписал. Ну смотрите. Эльвира сказала, что таким посылом, мол плохому сценарию быть. Но при плохом сценарии они будут поднимать ставку. Зачем поднимать? Нахера это делать? Я не понимаю. Потому что, как бы повторюсь, эпоха сменилась. Социально-экономическая эпоха, она изменилась. То есть мы больше не глобальная страна. Мы теперь уже на отшибе находимся. Мы теперь региональная держава. Не мировая. Вот о чем речь. Да, в какие-то рынки сбыта поставляются сырьевые товары. Но рынки сбыта преимущественно азиатские. Вот о чем речь. Поэтому будет расти инфляция, ЦБ бы поднимать ставку. Эльвира твердо четко об этом сказала. Да, угробит бизнес, угробит экономику. Ну, как всегда. Это нормально. Это местные реалии, к сожалению. Но по мере этого угробления экономики в такой ситуации, у нас будет расти еще стоимость облигаций ОФСД 29-го кода. Это можно будет спекулятивно заработать. Сейчас же ЦБР будет, я думаю, дальше держать ключевую ставку на уровень 7-7,5%. Потому что сейчас активно Минфин выходит на рынок. Да, и тем самым размещает облигации ОФСД 26-го кода. Впаривая их банкам, толпе, хомякам. Получается, что ништяки в виде покрытия дефицита бюджета. Но этот макроэкономический тонкий подход имеет свои грани в сроках. До конца года уже завершат его. И вот там, по мере ослабления доллара, индекса доллара, по мере, ну, девальвации, пробоя ЕМА-9, да, 106 пунктов по месячному графику, ну, грубо говоря, будут растеть цены на сырье очень галлопирующие. И в такой ситуации, сука, инфляция будет во всем мире расти. Вот, вот, как поступит ЦБР в такой ситуации? Ставку, наверное, поднимет, как они еще поступят? И они же не хотят подстроиться под новое реальное. Ни экономический блок правительства, ни министерство финансов, ни Центральный банк Российской Федерации. Когда нужно мотивировать, то есть стимулировать экономику в виде снижения налогов для иностранцев, да, частично закрытие экономической границы с Западом, чтобы привлечь капитал с Востока. Потому что, когда с Востока капитал будет переходить на Россию, да, Запад поймет, что, ёкарный бабай, они приходят уже не к нам, да, в Майсово, они приходят туда, в Евразию. И западный филиал откроется уже в Азии, понимаете, филиал западных банков. И они будут уже в Россию ходить через Китай, Индию, Бангладеш, Пакистан, тот же там, понимаете, Таиланд и прочее в этом духе. Всё. Ну нет, зачем? Всё, какой смысл? Ну, а и так сойдёт. Из говна и палок. Склеили чё-то. Ставочку поднимем. А, как-нибудь, как-нибудь выжим. Это херовая стратегия, я вам так скажу. Без обид, конечно. Центральный банк, который я сейчас люто критикую. Но, чёрт возьми, вы хотя бы нереально обоснуете, почему вы этого не делаете? Я не понимаю, честно. Почему вы экономику не стимулируете? Контраргументы приведите мне. Может, я в чём-то не прав. Реально. А может, вы там пальцы о пальце не ударяете. Но нужно бить, ковать железо, пока горячо. И пока у Азии есть интерес к российскому рынку. Когда его не будет, всё. Поезд уехал. Потом троеточку поставлю. Потом. Думаю догадываться, что потом. Короче, его лойку уловили. По мере роста инфляции ЦБ ставку будет поднимать. Эльвира сказала. Это лучшее, в кавычках, оружие Эльвира. Всё. Там и облигации УФО за 29-го года будут тоже бурно своей стоимости расти. Печально. Ну и облигации корпоративных долгов, корпоративного рынка. Облигации. ЕМА-9. 89 пунктов. Ну, постепенно, когда они будут прорывать ЕМА-9 и выходить на этот эшелон. 91, 92, 93 пункта. В принципе, я скажу так, что у кого имеются банды, облигации, но вы их можете поддержать. Ничего страшного, пока я не наблюдаю на этом рынке. Но, повторюсь, будьте готовы, у кого имеется облигация 26-го кода УФЗ, в один это время капитально переобуться и войти в рынок УФЗ 29-го кода с переменой купона дохода. Потому что по мере роста ключевой ставки они будут галлопирующе расти. Рынок пока туда не входит. Нет. Рынок ждёт. Рынок выжидает. Как поступится БРФ? Время покажет. Далее индекс S&P500. Здесь имеется формация обратного треугольника. В принципе, его основное стратегическое сопротивление это диапазон 4100 пунктов максимум. Но на этом уровне индекс доллар как раз и будет по 106 пунктов. То есть сейчас пока индекс бакса снижается, верят в широкие массы рынка, что инфляцию удалось побороть. Сейчас ставочку будет понижать. Сейчас стимулирование пооткрыть. Сейчас как из кризиса выйдем. Вжух, вжух. И ты богач. Не так всё просто, поверьте. Далеко не так всё просто, как хотелось бы это лицезреть на первый взгляд. Почему? Потому что перед запуском КУЕ, который в следующем году, я думаю, запустят в любом случае. Это неизбежно. Банк Англии запустил, Банк Японии запустил, ЕЦБ запустил. Всё. При ужточении на ДКП всё это запущено. ФРС подождёт. ФРС повременит. Ну, запустит. И вот только там, когда они всё это запустят, может даже где-то к середине следующего года вполне реально. Может в начале, может в середине посмотрим. Ну, в этот период времени, в первые полугодия. 23 года, я полагаю. Они доллар обвалят. Поняли, да? И какие они будут компании выкупать на свой баланс? Ну, скорее всего, техов. В первую очередь. Как это было раньше. Поэтому CP, до этого момента времени, он, конечно, дорастёт. Потом упадёт. Опять на ЕМА-200. Проторгуется. И потом, вероятнее всего, через ложный пробой этого уровня, 3500, будет выходить вверх. Видите, на двойной вершинке. Такая ситуация, она, в принципе, может состояться. Почему? Потому что запуск КУЕ – это всё. печатный станок. Это всё. Это памп рынка неизбежный. И учитывайте такие простые вещи. И принимайте более завершенные торговые решения. Но это, опять же, горизонт среднего срока. На горизонте короткая срока на ближайшую неделю. Уровень ЕМА-200 – 4000, там, 30 пунктов ориентира. Ну, и пробой ЕМА-200, мы увидим всё равно. К уровню 460 – 4100. Потому что при такой ситуации на золору будет продолжать падать. Это неизбежно. До уровня ЕМА-9 – 106 пунктов. А фьючер на S&P – вот сюда его жду. 405. Так что там будет перегрев. Есть пробой ЕМА-200. Ну, и там, может быть, даже локальные шортики. Как вариант рассмотреть, почему бы и нет. Давайте теперь перейдем к криптовалютному рынку. И потом перейдем к фиатному валютному рынку. Биткоин. Эфириум. Смотрите. Отскок получили. Как я и говорил. Вот сюда. На ЕМА-9. Сейчас мы пойдем вот чутко понедельно. Особенно после тех новостей, которые получили вчера. То, что одна криптовалютная биржа потеряла энное количество бабок. По-моему, там 600. Не помню. Миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Ну, сколько тут в этом эквиваленте? Я об этом сделаю отдельное видео. Проведу корреляцию того, кто управлял этим капиталом. Потому что эта проблема была прямого управляющего, кто просрал эти бабки. Я вам скольки лайфхаки раскрою эту тему. Потому что многие, к сожалению, все равно пытаются доверять банкам, фондам. Мол, возьмите мои деньги, управляйте ими. Лишь бы вы делали нормальные иксовые доходности ежегодно. Там 200% годовых. Может, хотя бы 100. Я буду доволен. Нет, господа, такого не бывает. Сразу говорю вам. И, соответственно, повторюсь. Чем больше этих косяков будут происходить на крипторынках, на криптобиржах, тем сильнее будет падать доверие у частей рынка по отношению к крипте, как таковой. Но это будет, вероятнее всего, не сейчас, не здесь, а не как бы в рамках ближайших там года-двух. Доверие к крипту пойдет попозже. Не сразу. Среднесрочный, цели, конечно, выше. Они какие-то, примерно, тут. Ну, 30 тысяч долларов за монетку. А локально-локально дневной график идет на лонг-область вот сюда, примерно. Ну, 15 тысяч долларов. Постепенько снижается. Первая цель у нас будет 15800, вторая уже 15 тысяч ровно. Кто торгует на крипте, это ваша лонг-область. Откуда получишь новый отскок? К Яма-9, 17900. То есть там, по-разному, 15-17, можно будет это всем заработать. Эфир то же самое. Вот лонг-область находится вот здесь. Да, опять 1100. Упадет, проторгуется, выстрелит вверх, а дальше там время покажет. Также на Яма-9, 1315. Ну, процентов примерно 20 можно будет заработать. Почему бы и нет. Далее. На валютный рынок переходим. Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас просто радуга, скитлс и пони. Просто пони. Медвежья радуга. Да. Сейчас запишу я тайм-код. И начнем. Смотрите. Прикол в чем? Треугольник. Треугольник. Так, по крайней мере, пока Минфин размещает эти облигации для покрытия дефицита бюджета под ключевую ставку в районе 7,5% годовых, у нас будет этот боковик продолжаться. То есть, диапазон 57-62. То есть, вот так будет дрифовать, вот так, сяк, 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 так, и т.д.п. Но, помним, что вот те предпосылы, которые Эльвира озвучил в своих ожиданиях, на негативный прогноз ЦБРФ, негативного жения ЦБРФ, в такой ситуации рубль будет падать. То есть, понимаете, вот что будет драйвером падения рубля, я пока не знаю. Тут, помимо выравнивания сальдо торгового баланса, да, между импортом и импортом, ой, между импортом и экспортом, выравнивания геополитической ситуации, да, ничего другого на ум больше не приходит, о чем рубль может потом падать. Но, может быть, ЦБРФ запустит печатный станок публичный, рублевый. Такой вероят, такой вероятно. В принципе, уже слух есть, потому что они рублики-то печатать начали. Пока еще слух не подкреплен фактами, но слух такой есть. Время пока что будет по фактам. Дальше. Но среднесрочная цель находится примерно здесь. 75, 80, даже 85. Локально, блин, опять будем торговаться в боковом диапазоне. Вот, 60, 61. Пока что на дневном графике, на недельном графике боковик более широкий. 57, 62. Фьюч на доллар. Ну, та же самая картина, в принципе, формируется. Вот, боковой диапазон. 59,900, дефис, 62,000 пунктов. Торгуемся, дрейфуем, как сопля в проруби. Я попытался более лаконично это озвучить. Скучно. Реально скучно. Это ужас. Это крипово, как скучно. Но, будем торговать в этом узком диапазоне. Что касается евро, картина аналогичная. Фьючерс. Картина аналогичная. Здесь также имеется четкий, выверенный боковой диапазон. На недельном графике это уровень 59,40, дефис, 62,80. На дневном графике идем к сопротивлению 63,20. Выше пока не ожидаю, пока рановато, я считаю. При той интервенции, которая сопутствует со стороны Минфина и Центрального банка. Поэтому до потолка дойдем, там и откатимся. Так, в принципе, торгаться тут будем, вот на этом эшелоне в какое-то время. Но среднесрочные все равно выше это неизбежно и, соответственно, волей-неволей рубль будет девальвировать дальше. Это цикл такой. Рубль всегда падал, господа. к любой мировой валюте. Почему? Потому что экономика России она была всегда сырьевая. И царской России, и советской России, и России текущей. По фичу та же самая картина по юаню. Пара юань-рубль. Картина тоже аналогичная, да? Вот. Высшая пока цель это 8,90. А в боковике 80-8,90. просто цена торгуется и, соответственно, никаких новых новых мыслей я не выскажу. Ну, все по-старому. Максимально по-старому. Я не знаю, что даже озвучить. Честно. Вообще хз. давайте перейдем теперь с вами на широкий рынок акций. Я еще раз затрону следующие бумаги, на которые я смотрю как в последний раз. Это Роснефть, это Лукойл, это Газпромнефть, это Сбербанк, это Новотек, это Северсталь. И я еще раз напомню, что эти эмитенты, они чаровато следующими мыслями. Во-первых, это голубые фишки, я еще раз напомню. Это ровно те бумаги, которые влияют на ход торгов индекса ММВБ, российского рынка акций. К примеру говоря, Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, коль в этой троице сейчас я их подбираю, они просто феерически перегреты. И они вырисуют уже кластеры дивергенции. Вот, на раздаче, то есть Роснефть около ЕМА-200 тоже в дивергенции. А Газпромнефть, это вообще Ахтунг, вот, дивер формируется и на большом сопротивлении. То есть, опять же, покупать бумаги здесь сейчас, это максимально противопоказано на мой личный взгляд, потому что, еще раз напомню, мысль, основную мою мысль, которую я озвучил уже почти две недели. Двойнуха, вынос, глубокий тест, проторговка, распределение. И это по всем голубым фишкам российского рынка акций-то и будет. Двойнуха, вынос, тест распределение. То есть, полукойла, двойнуха, вынос, тест распределение. И брать перед коррекцией, причем, пока не понятно, на чем будет коррекция, то есть, что будет драйвером коррекционом, я не знаю, честно. Повторюсь, я не гуру, я не ванга, будущее не вижу. Но паттерны перегреты, кластеры перегреты, осцилляторы перегреты, цены на стратегически важных уровнях торгуются. Вот это должно напрягать. И другой важный факт, это толпа, которая в рынок уже входит по-массову, потому что и брокеры начали загонять на сие события. Далее Сбербанк, Новотек и Северсталь. Есть картина, нечто аналогичное по отношению к тем бумаг, которые я сейчас озвучил. То же самое, вот, например, Сбербанк, обратный треугольник формируется с потенциальной коррекционной целью, ну, как минимум, на 3 на 4%, то есть, к уровню 130 рублей 60 копеек. Вот, Новотек тоже на перегреве, на дивергенции, вот, и на ЕМА-200. Проблема. Северсталь, это вообще ужас. Треугольник формируется, дивергенция. И помним, что внизу остались непроторгованные области, двойное дно, вынос, потом глубокий тест, проторгов, распределение, все. Это как мантры небес, это как отче наш. То есть, еще раз, я здесь не покупаю, нет, я на такой, скажем так, на такой ахтунг не подписываюсь. Я шайтанин на этих курнях не собираюсь, правда говорю. Поэтому, озвучу свои мысли по отношению к этим бумагам, я вам так скажу, я лучше побуду на заборе среднесрочно, локально, поспекулирую, да, и потом, когда уже рынок упадет, когда он придет на нормальную лонговую область, поймем в об этом, по ряду голубых фишек, я его там буду закупать снова. Все. То есть, принимать такие жесткие решения я, честно говоря, не готов на текущих уровнях. Далее, компания Тинькофф, Яндекс и ММК. Яндекс на линии разграничения сопротивления, то есть, 2205. Канадчик пока имеется, канадчик пытается проколоть вниз, по каждой проторговке подблизи этого уровня 2150-2200. Тинькофф в боковичке своем по каждой проторговке в диапазоне вблизи 2570 рублей за акцию. ММК как Северсталь один в один, причем двойной вынос, глубокий тест проторговка и распределение. Цена в дивергенции. Учитывайте, раздача будь здоров идет. Будь здоров. Тут идет формирование паттерна голова и плечи. Неотработанные области массивные. Поэтому, да, цель стратегических находится ниже. Далее компания Распадская, Мечел, Русал. По ним мысли такие же. В принципе, Распадская пока в боковом диапазоне торгуется, пока он тут и будет находиться. вот на уровнях 230, Дефис 245. Мечел то же самое, как и в Распадской. Боковой диапазон 98, Дефис 103. Русал. Цель Яма-100, диапазон 44. Пока вот туда буду его возить. Что касается Петербургской биржи, Мосбиржа Интерау, тут картина следующая. Вот обратите внимание, что на недельном графике СПБ все равно формируется конвергенция ценовая. Да, я сейчас кривато вырисую, но она есть, сохраняется. Я веду к тому, что я пока СПБ не покупаю, но если выйдет какая-то череда или будет преддверие выхода череды позитивных новостей по отношению к иностранным депозитам, какие были заблокированы полгода назад, это будет позитив. Бумага выстрелит очень высоко и надолго, поверьте, потому что комиссионные доходы компании будут растить в дальнейшем, так как возобновление торговых операций иностранными акциями, облигациями, депозитарными расписками даст свои плоды. Поэтому за ней слежу, наблюдаю, но пока действительники не предпринимают, так как цена торгуется в боковике и под уровнем ЯМА-9 по недельному графику. По компании Интерао цель ЯМА-50 3.40. Пока цель прежней, пока вот к ней идем. По московской бирже тут твердый, четкий боковик, как и по индексу Мосбиржи. То есть смотрите, лайфхак. Хотите торговать акцией московской биржи, смотрите за индексом московской биржи. Они ходят один в один. И прикол в том, что акции Мосбиржи торгуются на медианной полосе Бонжера на ЯМА-9 и диапазон 85, ну короче 86 рублей за акцию. Тут большое сопротивление проходит, твердо и четко даже диапазон сопротивления и как следствие тут даже, знаете, даже тройное сопротивление проходит. Вот оно еще и есть. Короче говоря, расти будет сложно, нелегко. Вот. Так что по торгуется цена вот на этом уровне. какое-то определенное количество времени. Далее ритейлера Magnit, X5 Retail Group и компания Lenton. Магнит на поддержке уровня недельного графика Yama 100, Yama 50, уровня 4,950. Но в чем прикол? В том, что вот эта бумага мне интересна под лонг. Вот единственная на российском рынке. Вот не поверите. Но! Важное но! Вы спросите, откуда вы? Отсюда. 4,800, 4,900. Лонг область. Но интересно, под локальненький отскок на 6-7%. Поэтому от этих уровней я буду за ней наблюдать, буду ее там подбирать. Все. Твердо и четко. Лонг область вот здесь. Далее компания X5 Retail Group где про списка. Ну, честно скажу, прям очень откровенно. Мне кажется, тут только будет конченый психопат покупать эту бумажку вот на текущем эшелоне при раздаче, при дивергенции, цели которой находятся как минимум на уровне 1450, YMA, YMA 200, YMA 50 и YMA 100. Так что цели ниже. Готовьтесь. Компания Lenta YMA 100 ориентир 775 рублей за акцию. Но не более того. Далее акции компании Fusagro ГМК Нурник или Поле Золото. Вот на самом деле, на самом деле цель Fusagro пробой YMA 9 выход на линейную поддержку медиану полосу Бонжер 6200 рублей. Цель ниже сохраняется. Абсолютно верно. Поэтому по мере проторговки текущей недели ожидаю чутко пониже. ГМК Нурникель а ее запампит я полагаю к уровню YMA 100 15280 рублей и там актуально рассмотрит локальный шорт. Шорт на коррекцию 3-4% можно будет взять потому что бумага перегрета по RCI по полосам скользящим средним то есть ну тут проход также линейное сопротивление большое даже плеяда линейное сопротивление вот вот еще и соответственно шорт область находится именно здесь так что я ее тоже беру сейчас себе на вооружение и пожалуй я ее потом пришорчу как вариант причем обратить внимание что такая же картина двойное вынос тест проторговка распределения пока прежняя картина ни более ни менее далее компания полюс золота картина какая здесь уровень магнит линейного сопротивления 7100 рублей за акцию поэтому постепенненько на будущей неделе туда выпаривать эту бумагу и будут участники рынка далее компания пик лср и гк самолет тут смотрите вообще в плане компании застройщиков тут картина следующая я все равно держу на вооружении компанию пик ее ланговую область в диапазоне 450 рублей потому что есть все возможные предпосылки к более такой детальной более четкой твердой коррекции поэтому жду ее снижения вот на эту область и здесь я уже буду принимать торговое решение по этому эмитенту по компании пик та же самая картина жду снижения вот на этот эшелон поддержки 575 буду принимать торговое решение локальное спекулятивно налог самолет он пока находится на раздаче то есть уровня яма-9 и яма-50 алгоритмической поддержки пока будем торгаться на диапазоне то есть боковики уровнем 2440 2540 за акцию пока я им тоже особо не торгую просто наблюдаю со стороны не более того далее компания татнефть и гежа детский мир татнефть тоже боковой диапазон имеется на яма-9 ну локально ожидая прокола яма-9 целью на выход медиана полосы боллинжера диапазон 377 рублей за акцию компания сегежа это компания которая признаюсь честно меня интересует да реально интересует то есть видите двойное дно формируется на отдельном графике но цель ее пониже находится на формировании общего двойного дна то есть потом вот вынос тест распределения потому что ну рано или поздно все равно ведут какие-либо виды поддержек на лесопромышленную отрасль и тем самым эта компания себя так или иначе крепко почувствует тем более тут формируется также потенциальная ценовая конвергенция на делем графики ну и соответственно я держу на прицеле ланговом прицеле далее компания детский мир а здесь я звучу следующий уток который я публиковал на нашем телеграм-канале я эту публикацию делал 8 ноября 22 года здесь указываю что цель отработки шипов на 56 и на 44 рублях за акцию потом еще делал один пост и с посылом о том что вероятнее все будет процесс откупа от этих отработанных шипов вот видите два шипа этих 56 и 44 целью отсылку на 61 вот сюда в принципе постепенно цена к этим уровням приходят 60 61 поэтому кто находится в ланге вам я думаю лунг надо будет попридержать ну как минимум до уровня яма 9 вот по дневному графику 59 рублей как минимум додержите думаю тут свои позиции потом разгрузите с прибылью рынка спасибо скажете и пойти дальше что-нибудь вытворять новое безрассудное и нечто молодежное далее компания Алрос Россети и Газпром начнем с Россетей здесь боковик в этом эшелоне 0.56 дефис 0.59 торговаться пока будем в нем я не драйверов Росс не драйверов падения не наблюдаю их пока что в принципе нету компания Алроса тоже боковик драйверов большому росту нету большому падению тоже пока нету просто драйфуем в диапазоне 65 дефис 70 на 70 рублях яма сотая находится тут актуальным будет шорт локальный с целью падения на яма 50 67 рублях за акцию на эту желтенькую линию далее компания Газпром этот голубой гигант который уже рынку в принципе не интересен тоже боковик тоже драйф назвать это набором позиций язык не поворачивается потому что я там особо заявок ни на лонг ни на шорт то есть не наблюдаю то есть это и бумага просто рынку особо не интересны и все поэтому пока торгуется себе в драйфе просто в штиле без движений без прочего в этом духе соответственно и какие-либо решения принимать в ней я пока не вижу смысла ну и подводя итоги обзора рынка на предстоящую неделю я звучу следующие мысли что валюта будет в боковике и ММВБ будет в боковике на своих алгоритмических сопротивлениях многие акции пока тоже будут в боковике криптовалюта у нас пойдет пониже потом отскучит вверх металлы слегка порастут потом откатятся вниз так как индекс доллара приходит на меньшем графике к уровню поддержки Ямай девятый в общем неделя я думаю будет особо не бычь не медвежий тупо дрейфо потому что с точки зрения алгоритма с точки зрения макроэкономии с точки зрения построения уровней рынок пока не благоволит к большому либо росту либо падению тупо математика не более того а рынок это сплошная математика это алгоритм торгового робота поэтому я соблюдаю пока еще стратегию да я ее дальше буду соблюдать торгую по утрам с 10 до 12 ловлю локальные спекулятивные идеи спекулятивные сделки и прочие в том духе и соответственно пока в средний срок я повторюсь лезть не собираюсь ни на текущих уровнях рынок все равно будет в дальнейшем ниже это неизбежно и соответственно пока просто как спекулянт ну как поступите вы решать напрямую вам потому что я повторюсь я не гору я не ванга я буду еще не вижу соответственно я лишь озвучу свои мысли по отношению к рынку и как следствие озвучиваю только лишь свои трейды это не рекомендация это лишь мысли вслух коль это большим массам интересно и соответственно этот спрос я удовлетворяю путем моего высококачественного предложения в общем правда жизненно сегодня такая у нас имеется перечень медиаресурсов в каждом описании под каждым видеороликом в первом пункте наши телеграм каналы второй пункт в кантогруппе третий пункт яндекс.зен рекомендую настоятельно подписаться потому что информация которая уходит там задержка времени поступает на ютуб ну и помните что мы все обречены на прибыль лишь время грамоты стратегии наши главные союзники на этом все увидимся завтра на анализе рынка поутру всего вам доброго удачного воскресенья до свидания до свидания до свидания до свидания